Приветствую вас чемпион и канал новости UFC с вами и поскольку в мире единоборств легкое затишье после турнира UFC 261 я пробегусь коротко но информативно по всем самым интересным новостям бойцовского мира итак начинаем из довольно необычного и в частности отдаленного от спортивного мира но все же частично затрагивает имидж спортсмена стало известно что задержан двойник конора макгрегора который совершал преступление в образе звездного ирландца а теперь он отсидит три года в тюрьме британец марк най является не первым человеком перетворяющимся конором макгрегором но он определенно станет первым кто годит в тюрьму за совершенное преступление в образе именитого ирландца согласно отчету полиции 34 летний торговец наркотиками был взят с поличным но что больше всего возмутило так это то что даже когда его задержали сотрудники правопорядка задержанный сначала представился конором макгрегором также сообщается что кроме наркотиков у преступника были изъяты визитные карточки с надписью макгрегор и энтерпрайзис который он использовал для продвижения своего подпольного бизнеса по итогам слушания преступник приговорен к трем годам тюремного заключения и как цитирует сми все же недостаточно выглядеть как конор макгрегор чтобы избежать наказания необходимо обладать и еще его влиянием и деньгами бывший чемпион юси в дву весовых категориях после стычки с блогером джейком полом заявил что готов драться с джейком в общем карме заявил что не может позволить проявлять к себе неуважение и готов заставить за это ответить я хочу кое-что сказать насчет джейка пола вернувшись к ситуации конора макгрегора конор отправился на бой с флойдом и сделал кучу денег флойд майвейзер величайший боксер всех времен так что конор был обязан играть на его поле почему я должен боксировать джейком полом в моем положении я не обязан ни за кем бегать я заработал достаточно денег как чемпион мира в тяжелом весе мне не нужно гоняться за большими чеками этот парень хочет драться хорошо я буду драться с ним но это будет бой по правилам ммай если он действительно хочет драться со мной пусть дерется в смешанных единоборствах а я даже спущусь ради этого поединка в полутяжелый вес я живу жизнью с счастливого здорового толстяка но я спущусь в 205 фунтов чтобы подраться с этим пареньком если ты действительно хочешь драться со мной и сделать это по-настоящему дерись со мной в мм а это будет уже не так забавно в 42 года с больной спиной я устрою ему казнь и причиню боль я не хочу боксировать с ним руководствуясь ограниченными правилами я спущусь полутяжелый вес уничтожу его а затем он сможет вернуться и снова драться с ребятами с ютуба я не позволю использовать свое имя в качестве трамплина я люблю свое наследие буду его защищать и если для этого мне понадобится снести башку этому парню я это сделаю сказал кормье но далее хамза чимаев оценил выступление камара усмана заявив что усман выглядел отлично теперь я могу сказать это в моей весовой категории он лучший боец в мире мы встретимся в следующем году если он меня дождется я понимаю что сначала должен побить кого-то еще и я всегда говорю что мне не важно кто выйдет против меня я готов вынести всех надеюсь я смогу подраться в августе и вчера сообщил об этом данью уайду он сказал что готов дать мне соперника а я ответил не забывай обо мне я собираюсь прикончить там всех также чимаев сообщил что думает что бой с диасом хорошая идея как для и все так и для него давайте поиграем в гангстеров посмотрим кто из нас настоящий но чеченский гангстер круче стоктонского сказал хамзат но тем временем хорхе мосфидаль сообщил что также не против подраться с ником диасом если ник захочет отомстить за брата топ вбс колби ковингтон высказался о чемпионе усмане назвав его химиком я совершенно не впечатлен его выступлением вы что не видели каким выдохшимся он был в конце первого раунда и это мартист родник глава apple так что я не увидел ничего выдающегося скорее усману нужен новый химик который подгонит ему новые стероиды потому что он выглядел как дерьмо он сдох в конце первого раунда если бы усман в этот день дрался со мной то не продержался бы с такой формой и трех раундов а пока усману не стоит радоваться за избиение неудачника мосфидаля заявил колби ну а далее я вам представляю гонорары участников турнира и все 261 камара усман заработал 1 миллион 500 тысяч долларов хорхе мосфидаль 800 тысяч долларов валентина шевченко 430 тысяч долларов крис уайдман 420 тысяч долларов в элли джанг 380 тысяч долларов энтони смит 360 тысяч долларов юрия холт 325 тысяч долларов роллс на майонус 310 тысяч долларов джим крут 210 тысяч долларов рэнди браун 125 тысяч долларов джессика андраде 115 тысяч долларов дуэй грант 115 тысяч долларов и брендан алан 101 тысяча долларов ну что ж по цифрам мы видим что уайт все же чуть-чуть увеличил гонорары бойцов, за счет которых его все время критиковали. Ну а далее сообщается, что Эдди Альваресу отменили дисквалификацию в бою с Юрием Лапикусом. Коллегиальное собрание в составе 15 человек пересмотрели данную ситуацию единогласным решением, что Альваресу следовало дать сначала предупреждение и тем самым было принято дисквалификацию снять. И уже 28 апреля Альварес проведет бой против южного корейца Рея Юн-Ока. Российский боец Абубакар Нурмагомедов опубликовал пост, посвященный Стерлингу, подписав фото чемпиона с поединка против Петра Яна «Мой любимый актер», написал Нурмагомедов в своих соцсетях. Виталий Минаков высказался насчет исключения Забита Магомед Шарипова из рейтингов UFC. Сомневаюсь, что в ситуации с Забитом и его долгим простоем вопрос стоит в менеджере. Также я знаю, что Забит очень ответственно относится ко всем своим поединкам. Не думаю, что Забит будет отказываться от боев, которые ему предлагают. Видимо, есть причина, которая не разглашается на публику. А вот менеджер Забита Магомед Шарипова Али Абдель Азиз рассказал, чего хочет сам Забит в промоушене. Забит четыре раза готовился к поединку с Яиром. И Яир четыре раза сливался. Я думаю, Забит хочет просто подраться за титул. И считаю, что он заслуживает это. У него серия из шести побед, больше, чем у остальных бойцов дивизионе. И думаю, UFC даст ему победителя боя Артега Волкановский. Другие соперники для него не имеют смысла. Даже Холуэй. Потому что, хоть и Макс Легенда, Забит хочет быть чемпионом. Он победил шестерых бойцов UFC. После такого любой захочет драться за пояс, заявил Абдель Азиз. Экс-чемпион в двух весовых категориях Конор Макгрегор все же перечислил полмиллиона долларов на благотворительность. Но сделал это по-своему. После недавнего публичного конфликта с Дастином Парье, Конор Макгрегор пожертвовал детям луизианы обещанные 500 тысяч долларов. Но сделал это в обход благотворительной организации американца. Очевидно, дав понять, что не доверяет Парье. И как ранее Макгрегор заявлял, он именно по причине недоверия не перечислял деньги Дастину. И со слов Конора, потому что он не мог отследить, на какие нужды будут тратиться пожертвованные средства. И вполне вероятно, что Конор Макгрегор этим жестом хотел показать, что не отказывается помогать, но не хочет это делать через фонд бриллианта. Полмиллиона долларов от ирландца получил детский клуб Акадианы, расположенный в родном городе бриллианта Лафейт. А чуть позже представители фонда официально опубликовали заявление. Детский клуб получил на прошлой неделе неожиданный звонок. И мы с радостью сообщаем, что Конор Макгрегор пожертвовал 500 тысяч долларов на поддержку подрастающего населения Южной Луизианы. Эта инвестиция меняет правила игры. Спасибо, Конор, за то, что обеспечил наших детей всем необходимым для роста и процветания, гласит заявление. Ну а вы, дорогие друзья, комментируйте, что вы думаете по этому поводу. Крис Уайдман опубликовал снимок перелома до и после операций. Рентгеновский снимок до и после этого кошмара больше всего беспокоит кость, проткнувшая икру и кожу. Нужно удостовериться, что рана избежала заражения. Ну а вот чемпион в тяжелом весе Фрэнсис Нгано привез чемпионский пояс UFC в Камерун. И по всем камерунским каналам показали, как бурно его встречали на родине. Ну и на данный час, друзья, это все самые актуальные новости мира единоборств. Ну а вы поддерживайте ролик своим лайком. Те, кто не подписан, подписывайтесь. Обязательно нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики, поскольку нередко на портале YouTube бывают глюки. Конечно же, буду благодарен за поддержку ролика в качестве комментариев. Ну а с вами был канал Новости UFC. Всего вам наилучшего, мира и добра. Пока-пока.